Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Под грохот протестов. Чем завершился саммит G20 и почему не сработали 32 миллиона евро, выделенные на безопасность? Взрыв в столице. Есть жертвы и пострадавшие. Что стало причиной трагедии? Обесточенные. Почему спустя неделю после урагана свет в поселках Черкасской области так и не появился? Водный мир. Что такое казацкая регата и у кого есть шансы на победу? Саммит, который затмили и омрачили протесты. В Германии завершилась встреча лидеров Большой Двадцатки. Конечно же, там говорили об Украине. Все детали мы узнаем от нашего корреспондента Татьяны Лагуновой. Она сейчас с нами на прямой связи. Таня, добрый вечер. Расскажи о заявлениях, которые Меркель, Макрон и Путин сделали после переговоров и о том, что сейчас происходит на улицах Гамбурга. Да, Наталья, ситуацию на востоке Украины в Гамбурге обсуждали и сегодня. Причем с самого утра Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели рабочий завтрак, на котором и поговорили о выполнении минских соглашений. Встретились они в отеле «Атлантик», где на время саммита остановилась канцлер Германии. Говорили около часа. Итог ожидаемый. Лидеры, в который раз заявили, минский пакет нужно выполнить полностью. И начать хотя бы с нулевого пункта. Это прекращение огня на Донбассе. Договоренности о встрече лидеров нормандской четверки пока нет. Но вот телефонные переговоры квартета могут состояться уже в ближайшее время. Французский президент не так давно на своем посту. И это была наша первая возможность побеседовать втроем. До этого я специально позвонила президенту Порошенко, чтобы не сложилось впечатление, что мы говорим в отсутствии Украины об Украине. Это был процедурный разговор. Мы договорились, что хотим продолжать процесс реализации минских соглашений. Хотя и признали, что он продвигается очень медленно. Что касается самого саммита Большой 20-ки, то его работа уже завершена. Лидеры согласовали общее коммуникет, договорились бороться с международным терроризмом и протекционизмом. Но вот компромисса по вопросу климата так и не нашли. В документе закреплены две позиции Соединенных Штатов, которые заявили о намерении выйти из Парижского соглашения. И всех остальных стран 20-ки, которые, и я очень этому рада, готовы как можно быстрее реализовать положение этого документа. Впрочем, больше, чем сам саммит, в Германии сейчас обсуждают протесты против него и ищут виновных. Дескать, как так получилось, что на безопасность выделили 32 миллиона евро, а в Гамбурге несколько дней царил настоящий хаос. Демонстранты жгли машины, громили магазины, забрасывали полицейских камнями и коктейлями Молотова. Чтобы взять ситуацию под контроль силовикам, пришлось привлечь элитное подразделение. Мародерство, поджоги, телесные повреждения. Ущерб имущества не имеет никакого отношения к политике. Это не протестующие, а преступники. Протестовали в Гамбурге и сегодня, но уже мирно на марш против насилия вышли тысячи людей. Наталья? Спасибо, Таня. Татьяна Лагунова о результатах саммита G20 в Гамбурге. Взрыв в столице, в Голосеевском районе, в жилом доме рухнуло перекрытие, обвалились два этажа. Есть жертвы и пострадавшие. Все подробности этой трагедии расскажет Богдан Вербицкий. Около полудня здесь, на Голосеевском проспекте 70 и раздался мощный взрыв. По словам очевидцев, взрывную волну было слышно на сотни метров. Обвалилось два этажа. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв бытового газа. Мы обе увидели, почувствовали какое-то серое-черное облако. Во-первых, такой гул был. Игул был. Говорят, даже слышно было, аж на проспекте науки. Мы же были в Голосеевском партии, слышали взрыв. Сразу после этого на место происшествия приехали спасатели. Без жертв, к сожалению, не обошлось. Стався выбор без последующего горения в трехповерховом доме. Наследок чего сталося порушение перекрытия между другим и третьим поверхом. Там постраждали пять человек, и одна особа, которую мы врятовали и достались под завалом, на жаль, в лекарне померла. Из этих других пяти человек была одна дитина. На взрыв в жилом доме отреагировало и высшее руководство страны. Премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Фейсбук сообщил, что по предварительной версии обрушение произошло из-за взрыва газа. И ситуацию он взял под личный контроль. На место взрыва прибыло даже руководство нацполиции. Впрочем, предварительную версию ЧП подтверждать никто не торопится. Пока что по передней причине вообще никаких не можно сказать. Потому что выбор неведомого походжий. Сами же жители разрушенного дома в версию о взрыве газа верят неохотно. По их мнению, всему виной соседняя стройка. Взрыва из-за этого быть не могло. Тем более, что у нас в начале года все проходили плановую проверку. Моё мнение, что мы, так сказать, мешали застройщику. У нас, значит, уже полтора года ведутся, так сказать, переговоры. Тоже второй исполнитель работы менялся в связи с этим. Здесь нельзя строить. Но местные власти уверяют, что конфликт исчерпан. Пока выясняют причину взрыва, а спасатели расчищают завалы, городские власти предоставили пострадавшим временное жилье. Все 68 пострадавших переедут в Абалонский район столицы. Богдан Вербицкий, Максим Чеблин. Подробности. Телеканал Интер. В Мукачево из гранатомета обстреляли магазин. Снаряд не взорвался, он разбил окно и попал в один из залов, где торгуют велосипедами. Сам предприниматель никаких версий не выдвигает, как, впрочем, и правоохранители. Поэтому причина этого нападения пока не ясна. В Мукачево, к слову, гранатометы для выяснения отношений используют довольно часто. Напомню, в мае нынешнего года из этого оружия обстреляли несколько частных домов местных бизнесменов. Причем дважды на одной и той же улице. Однако, кто обстреливает дома и магазины, полиция до сих пор не знает. Следующие, работающие до сих пор на месте подии, встановлюют обставины, причины. За данным фактом уже распечатано криминальное проведение, затошкоджение, мысльная майна, шляхом выбуха или подпала. Вылучалась неразерванная граната с места подии и тубус. Продолжают стрелять и в зоне АТО, несмотря на объявленный режим тишины. Ситуация на линии разграничения остается напряженной. Сегодня зафиксировали 11 обстрелов со стороны боевиков. Причем с использованием запрещенных минометов. К счастью, потерь среди украинских бойцов нет. Все подробности узнаем от Геннадия Вивденко. За минувшие сутки поселок Пески стал одной из самых горячих точек на Донбассе. Боевики там применяют установку «Партизан». Это еще советская разработка прошлого века. Подается одна ракета, она направляющая и выпускается. Або сразу четыре. Ей можно погрузить на любую машину, перевезти и гахнуть. Стараются вывезти нас на отвертые огня, потом стараются потушить огневые точки. Всего в Пески прилетело 19 ракет из Града. Потерь нет. Ночью подходили диверсанты противника. Вероятно устанавливать мины. Одного удалось ликвидировать. Также ночью зафиксировали обстрелы из крупнокалиберных минометов. Причем боевики пытаются применять собственные технические наработки. Противник усиливает давление. За минувшие сутки применяли даже тяжелую бронетехнику. На одной из опор прямо перед наемниками вывесили флаг Украины, чтобы не забывали, в какой стране они находятся. Те же в ответ через системы радиоэлектронной борьбы рассылают сообщения нашим бойцам на мобильные телефоны. В режиме Киева конец. Переходи на сторону Новороссии пока еще живой. Вот такие провокационные смс-ки они нам присылают. В Песках еще можно найти вот такие объявления. Это приглашение на референдум. Поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности в так называемой Донецкой Народной Республике? Прошло три года. И вот результаты референдума. Через треснувшие от взрыва асфальт в Песках пробиваются кактусы. Они пережили зиму и холодную весну. Видимо, у кого-то они росли на подоконнике еще до войны. Почти трехчасовая тишина в Песках заканчивается. Патруль ОБСЕ покидает район боевых действий под Донецком. Бойцы готовятся к провокациям противника. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук, Руслан Ревьюк. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Дети, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома, дети бойцов АТО, уже третий год подряд проводят летние каникулы в лесной заставе. Конечно, это не решает всех проблем, но помогает отвлечься. Как проходит текущая смена, видела Лина Зеленская. Уже третий год подряд детский лагерь «Лесная застава» в 40 километрах от Киева встречает ребят из прифронтовой зоны, детей-переселенцев и бойцов АТО. У каждого из них есть травма, так называемая травма войны. За 14 дней дети изменяются на 180 градусов. Нам всем очень нравится. Мы хотим еще приехать сюда. В эту смену в лагерь приехали 130 детей. Новотроицкое, Селидово, Горловка. Названия этих городов могут многое рассказать о душевном состоянии ребят. Дети, которые приехали, смотрели мимо, смотрели в пол, разговаривали так, что мы не видели цвета их глаз. Вернуться в беззаботное детство, оздоровиться, обрести новых друзей, почувствовать себя в безопасности. Ребята охотно приезжают в лесную заставу круглый год. На территории лагеря есть корпуса с отоплением, летние домики и номера для детей с особыми потребностями. Повара, полицейские, психологи и даже кандидаты в мэры. Сегодня дети примеряют на себя различные профессии. Я хочу в будущем стать психологом, чтобы помогать таким деткам, как мы. Я хотела бы быть журналистом. Я бы хотела стать в будущем театралом. Не минуты покоя. Досуг детей насыщенный и разнообразный. Скайп-парк, волейбол, футбол, батут, велопробежки и даже ипотерапия. Артем впервые увидел лошадь в лесной заставе. Мальчику лишь восемь, но он уже знает, что такое чувство полета. Бывает, как будто лошадь вот скачет или просто идет быстро. Вот кажется, что ты летаешь. К себе ребята пригласили и народного депутата Юрия Бойко. Угощали блинами, с чаем, охотно рассказывали о своих успехах. Лидер оппозиционного блока был и гостем, и дегустатором, и даже пациентом. Вы здоровы, мы вас видны. Юрий Бойко уже традиционно порадовал детей новыми велосипедами, сладостями и фруктами. Они все ждут мира. Они все ждут, что завершится конфликт, и они будут жить счастливо у себя дома. И задачи взрослых, задачи политики сделать так, чтобы принести мир. По словам Бойко, оппозиционный блок будет добиваться создания в парламенте рабочей группы при участии Кабмина для того, чтобы подготовить комплексный законопроект, предусматривающий все необходимые механизмы для оказания помощи переселенцам. Эти законопроекты охопляют все сферы жизни преселенцев. И материальную допомогу, и политические вопросы, и побутовые вопросы. Уряд даже не смогла створить рабочую группу, чтобы отправлять этот закон. Мы будем на этом наполягать. Мы это, кто говорит, пробьем, и этот закон будет принят в парламенте. Лина Зеленская, Сергей Ведмедь. Подробности телеканал Интер. В Николаеве завершилась шестимесячная эпопея с незаконным забором, которым отгородился от людей местный депутат. Напомню, Вячеслав Апанасенко построил себе квартиру на цокольном этаже и забрал под личную террасу часть общественной территории. Что стало финалом этой истории, расскажет Кирилл Ющишин. История с депутатским забором началась прошлой весной. Шумиху вокруг стройки подняли местные жители. Их новый сосед, местный депутат от самопомощи Вячеслав Апанасенко, в подвале дома построил себе квартиру. Из торца многоэтажки оградил около 100 квадратных метров двора забором высотой в 2 метра. Обустроил себе частную террасу и парковку для автомобиля. Я на днях иду, вот этот узенький тротуарчик под забором, дохожу до конца, и прямо вот так вот на меня в упор едет машина. Ну, куда это годится. Ответ господина Апанасенко был такой, пусть ваши дети не бегают. Соседи депутата сетуют, не раз пытались договориться с Апанасенко, чтобы он убрал забор, но тщетно. Кроме этого, он еще и подкопал фундамент многоэтажки. Когда стали тут ремонт делать, снова начали землю выкапывать, вот это вот все углубляться. Мы снова говорили, никто ничего не слышал. Вот это нас очень сильно беспокоило. Николаевские общественники и местные жители все время пытались достучаться до местных властей. Горосовет признал, что забор априори незаконный, но они не собираются выносить вопрос на Солоком, для того, чтобы потом этот забор убрать. Люди решили взять инициативу в свои руки и сегодня, заручившись поддержкой нардепов, демонтировали забор и ворота. Любое следующее строительство без документов, без каких-либо согласований с людьми, будет иметь последствия, как сегодняшние. Мы будем приезжать вместе с нашими нардепами и устанавливать здесь справедливость. Сам владелец незаконной террасы с утра пораньше покинул дом и навстречу с соседями не пришел. Ситуацию прокомментировал только на своей странице в Фейсбуке. Считает, снос забора продиктован политическими мотивами. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности, телеканал Интер. Николаев. Конгрессмены просят огня. Влиятельные члены Сената агитируют за возобновление присутствия в Афганистане. Предлагают направить в горячую точку новые американские подразделения. Откуда такие идеи? К чему они могут привести? Дмитрий Анопченко подробнее об афганском клубке. Афганистан стал испытанием для Обамы. Баллотируясь в президенты, он обещал стране покончить с войнами. Но став главой государства, выбрал другую тактику. Сразу после прихода в Белый дом в декабре 2009-го распорядился послать в Афганистан дополнительно 30 тысяч человек. Дескать, победим Аль-Каиду, закрепим успех и лишь тогда вернемся домой. К 2011-му тут было уже 185 тысяч американских военных. Каждый месяц приходили похоронки. И президент начал постепенно отзывать войска. Сейчас остается всего-то 8,5 тысяч человек. Их также собирались вернуть домой, оставив лишь тех, кто охраняет посольство. Но здесь в Конгрессе теперь другого мнения. Администрация Трампа теперь готовит новую концепцию по борьбе с талибами. И в Капитолии требует, чтобы в этом-то документе черным по белому и прописали необходимость увеличения американского военного присутствия в Афганистане. Главный идеолог новой афганской кампании Джон Маккейн. Человек и популярный, и влиятельный, как-никак глава комитета по вооруженным силам. Его аргументы просты. Соединенные Штаты ведут военную кампанию уже 16 лет. Значительных успехов нет, а талибы представляют угрозу. И значит нужно снова собирать силы. И сколько бы противники этого не говорили о безумных тратах, а только последних 6 лет войны в Афганистане обошлись Штатам более чем в 700 миллиардов долларов. Или о потерях среди военных, а в общей сложности почти 2000 погибших и 20 тысяч раненых. Однопартийцы президента все равно не сдаются. Дескать, Штаты должны показать силу. Сенатор Маккейн уверяет, что талибы не сдадутся до тех самых пор, пока окончательно не поймут, что терпят поражение. А значит Америке нужны в начале победы, а потом уже переговоры. Именно поэтому он будет не только лоббировать увеличение американского военного бюджета, чтобы нашпиговать Афганистан новым оружием, но и давить на Пентагон и Белый дом, чтобы направили новые военные подразделения. И в этом сенатора поддерживают очень многие республиканцы здесь, в Капитолии. Тот же Линдси Грэм, человек более чем авторитетный, предлагает еще и силы НАТО туда перебросить. Хотя Альянс официально завершил свою миссию в стране еще два года назад. Сам Дональд Трамп вмешиваться особо не хочет, не раз заявлял численность армии, дело министра обороны. И даже офис спецпосланника по Афганистану недавно закрыли. Но и ругаться с Конгрессом ему не с руки, а значит Белый дом может пойти на компромисс. И сегодняшних новобранцев, как и когда-то, снова могут отправить на войну. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. А вот у евродепутатов другие проблемы. Одно из зданий парламента, на которое потратили более миллиарда евро, находится в аварийном состоянии. Депутаты в ужасе, поскольку реконструкция обойдется еще дороже. Как будут выкручиваться из этой ситуации, узнаем от Елены Абрамович. Вот это здание, один из корпусов Европарламента в Брюсселе, построили каких-то 24 года назад. На месте речки Мальбок ее засыпали и сверху выросла высотка с отличным видом на город. Но расчеты архитекторов оказались неточными. Вода подтачивает фундамент, появились трещины и в некоторых местах они растут до сантиметра в год. Именно в этом корпусе кабинет президента Европарламента и сессионный зал. Сюда на экскурсии водят туристов. Время от времени в СМИ появляется информация то о какой-то бактерии, которую никак не выведут из системы кондиционирования, то о трещинах в стенах и о том, что зданию необходима реконструкция. Это фейковая новость, пока что не принято решение. Решение не принято, но президент Европарламента и 14 вице-президентов уже обсуждали его, рассказывает другой евродепутат. И сейчас при президенте Европарламента Таяни была рабочая группа с соответственными техническими службами парламента. Они сказали, что мы можем перестроить за полмиллиарда. Но я не верю в эту цифру. Во-первых, потому что четверть века назад такое же здание стоило миллиард. Деньги обесцениваются. Сейчас, возможно, это эквивалент в два миллиарда, а может быть больше. И все это за деньги налогоплательщиков стран Евросоюза. Утвердить смету будет очень трудно, уверены многие члены парламента. Ведь евроинституция и без этого тратит сотни миллионов в год на неоправданные расходы. Например, на постоянные переезды каждый месяц из Брюсселя на недельную сессию в Страсбург. Только переезд этого цирка Шапито из Брюсселя в Страсбург и потом назад в Брюссель, а есть еще третье здание в Люксембурге, которое тоже надо топить и оплачивать. Вот этот переезд стоит 204 миллиона в год. Это десятая часть годового бюджета Европейского парламента. Каждый десятый евро мы прокатываем, проедаем, возим какие-то документы в чемоданах. Изменить ситуацию, оставить Брюссель единственным рабочим местом депутаты пробовали не раз. Но система принятия решений в ЕС такова, что нужно согласие всех 28 стран Евросоюза. И Франция постоянно блокирует процесс. Ведь французский Страсбург неплохо зарабатывает благодаря ежемесячным вояжам евродепутатов. Тем не менее, часть парламентариев руки опускать не собирается. Ведь деньги нужны и на перестройку здания в Брюсселе. Именно это может стать весомым аргументом, который поможет депутатам наконец-то продавить решения и отказаться от Страсбурга. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Брюссель. Европейское бюро телеканала Интер. Проблемы есть и у жителей Черкасской области. Правда, не с офисными помещениями, а с собственным жильем. Уже неделю в регионе ликвидируют последствия урагана, а света все нет. Все подробности узнаем от Станислава Кухарчука. Так выглядит окраина села Приветное в Золотоножском районе. Разрушенные дома, поваленные деревья, электроопоры. Стихия атаковала населенный пункт дважды. В прошлую субботу удар был самым разрушительным. Это мы уже прибирали, скидали своими силами. Алексей показывает последствия урагана. За 10 минут ветер снес почти весь шифер с крыши этой старой двухэтажки. Не устояла даже часть кирпичного фронтона. Не говоря уже о деревьях. Жители уже восстановили кровлю. Помогли военные и сотрудники ГСЧС. Районные власти насчитали убытков на 8 тысяч гривен. Их выдали шифером. То, что можно из старого, вкладываем и меняем на новый. 80 листов на дом дали. Приветное одно из самых пострадавших сел в Золотоножском районе. Стройматериалы сюда начали завозить в первую очередь. Убытки компенсируют только за разрушенное жилье. Сараи тех сооружения в расчет не берут. На новую кровлю Борису Кондратьевичу выделили 50 листов шифера. А вот рейки на коровник ему приходится покупать за собственные деньги. Но пенсионера больше всего огорчает то, что в селе уже неделю нет электричества и воды. У меня 10 голов скотов. Как я их напою, наносу. Как они ревут, бедят, водички хотят. Гоним, кто знает, куди, знаем, где, как, алюжа, чтобы они хоть водой там напилися. Дуже важко селить. От ураганов привет нам пострадало более 70% домов. Поэтому на всех нуждающихся стройматериалов не хватает. Районные власти составляют списки, кому выдавать в первую очередь. В первую очередь забезпечивающиеся граждане, которые постраждали покривля, 100%. То есть уничтожены были фронтоны и все остальное. По предварительным подсчетам стихия в Золотоножском районе нанесла убытков почти на 200 миллионов гривен. Включая уничтоженные ураганом посевы. До фермеров у власти руки пока не дошли. Чиновники говорят, для начала с ремонтом жилья нужно разобраться. Не хватает частково каких материалов, но в процессе работы выправляются. Это шифер. Самые вопросы в шиферу не стягивают его привозить из Киева, из Харькова. Просто не хватает машин. В районах, пострадавших от стихии, все еще обесточены более 20 населенных пунктов. Когда там появится свет, энергетики даже не прогнозируют. В некоторых местах высоковольтные линии придется прокладывать буквально с нуля. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко, подробности, телеканал Интер, Черкасская область. В Запорожье сегодня погода была прекрасная. Там собрались лучшие украинские яхтсмены. Как выглядит настоящая казацкая регата? Давайте узнаем. Три, два, один, сигнал. Поймать ветер одна из главных задач участников регаты. А он здесь, в верхнем гефе Днепра, коварный, говорят судьи. Дело в том, что здесь из каждой ложбинки, даже из каждой тропинки может поддуть ветерочек, который может сыграть решающую роль для финиша яхты. На море ветер более ровный, он реже меняет свои направления. Да и победу на реке одержать сложнее, чем в открытом море. Гонки в море – это маршрутные гонки. Здесь мы ограничены фарватером реки, ограничены какими-то препятствиями. Тот же остров, те же разрушенные опоры. Экипаж маленькой яхты «Робинзон-1» самый юный на этих гонках. Но воля к победе не детская. 12-летний Кирилл под парусом ходит не первый год. Сегодня на судне он отвечает за главный грот. Это центральный парус. Главный парус, он дает скорость. Скорость, ну, на это... Дует ветер и дает скорость. Если я правильно доберу шкот, победа будет в моих руках. А вот более опытные коллеги предсказать чью-то победу перед стартом не берутся. Очень много факторов влияют на результат. И эти факторы очень сложно предсказать. Если удачный экипаж, удача всегда с ними, то и результат будет намного лучше. Парусная регата имени Виталия Сацкого уже 18-я по счету. И в этом году она стала самой массовой. На воду вышли около сотни судов. Было бы еще больше, говорят организаторы, если бы не высокие тарифы на шлюзах. Чтобы подняться или спуститься вниз под Днепру, яхтсменам приходится выкладывать по несколько тысяч гривен. Это, как правило, люди небогатые. Богатые люди редко когда занимаются парусным спортом. У них дорогие яхты, у них свой режим как бы... То есть это деньги, которые люди могли бы потратить либо на снабжение, либо на свое пропитание, будем так говорить, либо на те же какие-то оргвопросы, связанные с проведением регаты. Эти соревнования – часть так называемой «казанской регаты», которая стартовала несколько дней назад в Днепре и 22 июля финиширует в Одессе. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности. Телеканал «Интер». Запорожье. Как украсть миллион, точнее три, ограбления века в Лондоне? С выставки были похищены драгоценности на 3 миллиона фунтов стерлингов. Это почти 4 миллиона американских долларов. Как грабителям удалось провернуть такое дело и скрыться, еще предстоит выяснить полиции. Эксклюзивные украшения охраняются круглосуточно, но при этом никто даже не может приблизительно назвать время, когда это произошло. Во время работы экспозиции или ночью, когда она была уже закрыта. Из чего американцы делают мороженое и кто производит топливо из виски? Об этом и не только в нашем обзоре. Плачущий Трамп в подгузниках в Гамбурге установили скульптуру американского президента. Дональд-младенец сидит на глобусе, а в руках у него порванный парижский договор. Семиметровое изваяние, выполненное из папье-маше, плавает на понтоне по реке Эльбе, прямо перед филармонией, где проходил концерт для лидеров большой двадцатки. Таким образом, активисты Greenpeace выразили свой протест к выходу США из климатического соглашения. Роботы в помощь журналистам. Компания Google решила автоматизировать процесс создания репортажей и использовать для этого искусственный интеллект. Совместно с британским агентством Press Association Google развивает систему Radar, которая позволит создать до 30 тысяч заметок в день. Несмотря на свою невероятную продуктивность, проект не сможет полностью заменить журналистов. Он только поможет им удовлетворить растущий информационный интерес аудитории. Приятное с полезным решили объединить шотландцы. Отходами от производства виски там в скором времени будут заправлять автомобили. Додумались до этого ученые из Эдинбургского университета Нейпира. Для эксперимента они заправили старенький форт так называемой Бордой. Отходами от производства виски. Испытания прошли успешно и проект уже нашел спонсоров. За 9 миллионов фунтов стерлингов в течение двух лет в Шотландии построят завод, который будет производить около полумиллиона литров биогорючего. При этом, если собрать отходы от производства виски по всей стране, то можно вырабатывать до 50 миллионов тонн биотоплива в год. Черное мороженое. Новый десертный тренд в США. Пока рожок такого необычного цвета продают только в Лос-Анджелесе. Новинка пришлась по вкусу американцам. И от покупателей буквально нет отбоя. Люди готовы стоять в длинных очередях за темным десертом. А в социальных сетях пользователи до перебоя просят открыть побольше лотков с черным мороженым. А ведь производители всего-навсего добавили в рецепт активированный уголь. И приправляют рожок шоколадными наполнителями и черными бисквитными печеньями. Дорогу в Бразилии перекрыла анаконда. Рептилия выползла на середину проезжей части и заблокировала движение автомобилей. Вокруг собрались прохожие и водители. Мужчины снимали змею на телефоны, но никто так и не решился убрать нарушительницу с дороги. Проблему решила девушка. Недолго думая, подошла к анаконде, прижала ее голову к асфальту и унесла обратно в лес. Это все новости на сегодня. Хорошего вам субботнего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова